Всем привет! Этот выпуск посвящен обзору технологии Comet и средств, которые есть в Node.js для ее реализации. Comet – это такой общий термин, это когда посетитель зашел на сайт, на какую-то страницу, и не предпринимает никаких действий, но данные к нему от сервера приходят. То есть, иначе говоря, обычный Ajax – это человек нажимает на кнопку, делает запрос, получается ответ, а Comet – он просто сидит и получает данные. Один из самых древних примеров Comet – это, конечно, чат. Я зашел в чат, я просто сижу, и мне приходят новые-новые сообщения. Еще один вариант – биржевые котировки в реальном времени. Когда я зашел на страницу, и я смотрю, какие там сейчас цены на акции, при этом я ничего не делаю, я ничего не жму, сервер сам присылает мне эти данные. Чтобы реализовать Comet, есть несколько способов. Один из них, который называется «Длинные запросы» или «Long Polling» по-английски, мы уже видели ранее. Ему был посвящен отдельный выпуск с Ринкаста. Выглядит это так, схематически. Запрос. Запрос долго-долго держится, пока данные не появятся. Сервер отвечает на него. Клиент тот же присылает новый запрос. То есть, получается, что браузер находится в состоянии непрерывного ожидания ответа от сервера. Когда данные появляются, браузер тут же делает новый запрос. Насколько этот способ хорош? Как ни странно, очень хорош. Он совершенно кросс-браузерный и применим в 90-95% реальных жизненных ситуаций. У него есть некоторые варианты. Например, не xml-спиреквест отправляется, а динамически создаётся текст-скрипт. Это позволяет обойти проблемы, связанные с кросс-доменностью в некоторых старых браузерах. Единственная ситуация, когда такой способ перестают нас удовлетворять, это когда запросов очень много. То есть, иначе говоря, когда данные поступают непрерывным потоком. При этом эта аккуратная картинка превратится в пилу, где будет куча зубьев, запрос будет отправляться и тут же почти отвечаться. Отправляться, отвечаться. Но ведь каждый запрос сам по себе, это некоторые дополнительные расходы. Поэтому хорошо бы сделать так, чтобы запросов отправлять не было нужно, чтобы один раз подключиться к серверу, и дальше сервер отправлял бы данные без закрытия соединения. В современных браузерах для такого общения с сервером есть специальный объект WebSocket. Выглядеть использование этого объекта будет примерно так. HTML-страничка создаёт новый WebSocket, говорит ему, куда присоединяться. Браузер самостоятельно откроет соединение на данный URL, при этом обратите внимание, протокол WS, то есть не HTTP. На сервере должна быть специальная поддержка этого протокола, например, модулем, мы чуть позже к нему перейдём. Соответственно, когда браузер присоединится, он вызовет обработчик onOpen. Когда произойдёт закрытие соединения, вот этот. При ошибках вот этот. Ну и при каждом сообщении с сервера, то есть при каждом пакете данных, которые нас, собственно, интересуют, вызовет он месседж. Давайте глянем, что делает конкретно этот пример. Запускаю его, и в браузере перехожу на страницу. Вот. И здесь сервер передаёт текущее использование ресурсов. Открываю консоль. Сработало обработчик onOpen. И здесь, в Network, можно посмотреть, что именно передаётся по WebSocket. Тут сейчас пусто, потому что я открыл консоль только что. Перезагружу страничку. Вот. Теперь тут есть этот запрос. Вот он. И вот данные, которые по нему идут. Очень наглядно, всё очень удобно, можно легко видеть. Теперь перейдём к серверному коду. Вот он. Здесь для работы с субсокетами подключён модуль WS. Это один из лучших модулей, который есть в этой сфере в Node.js. Соответственно, мы делаем самый обычный HTTP сервер. Экспресс подключаем. И потом, когда HTTP сервер готов, мы создаём WebSocket сервер. Дело в том, что WebSocket, то есть протокол WS, это такая надстройка над HTTP. Соединение открывается по HTTP, и потом браузер просит сервер перевести его в режим WebSocket. Если вас не интересуют подробности, то можно посмотреть их, например, в учебнике JavaScript. Я рекомендовал бы получше ознакомиться с WebSocket перед тем, как продолжать смотреть этот скринкаст, но на самом деле большинство информации у нас всё равно здесь будет, поэтому это не является строго обязательным. Соответственно, когда произойдёт WebSocket соединение, то сработает этот вот обработчик. Вызовётся эта функция, и WS это объект, который связан с браузером. Я могу посылать в браузер новые данные через вызов WS.send. Посылать я могу только строки или бинарные данные, то есть если мне нужны объекты, я должен их вручную сериализовать. Кроме того, есть некоторые обработчики, например, OnClose для закрытия соединения. Преимущество WebSockets перед лонгполингом очевидно. Я просто открываю один раз соединение, и в дальнейшем я использую высокоэффективный протокол WebSocket, это гораздо лучше, чем HTTP. Общаюсь с сервером, получаю данные, отправляю данные, есть такой метод и у браузера. И смотрю, что происходит, собственно, с моим соединением. Единственный недостаток WebSockets это кроссбраузерность, иначе говоря, её отсутствие. Internet Explorer до 10-й версии, увы, не поддерживает WebSockets. Если для нас это нормально, то WebSockets это супер, просто пользуемся чистыми WebSockets. Если нет, тогда существуют различные обёртки и эмуляции WebSockets. Например, Sock.js. Эта библиотека состоит из клиента. Клиент подгружается в браузер, и пользоваться им можно примерно так же, как обычным WebSockets. То есть создается не WebSockets, а Sock.js. И дальше его обработчики примерно такие же. Смысл в том, что Sock.js пытается использовать WebSockets, если он доступен, а если его нет, то использует различные механизмы эмуляции. Например, пытается подсоединиться, используя тот же LongPolling. Или используя iFrame. Что самое замечательное, нам даже не нужно знать, как эти дополнительные к WebSockets способы работают. Sock.js берёт это всё на себя, и работает он достаточно стабильно. Таким образом, мы получаем поддержку такого а-ля WebSockets во всех не сильно устаревших браузерах. Включая старые версии Хрома, Firefox, Opera. Везде Sock.js отлично работает. Конечно, использовать Sock.js на клиенте недостаточно. Нужно использовать его ещё на сервере. Например, для Node.js есть модуль Sock.js Node. Для Erlang есть модуль Sock.js Erlang. То есть есть различные серверные реализации. В данном случае нас, конечно, интересует Sock.js Node. И здесь синтактиз тоже достаточно похожий на WebSocket. В общем и целом, Sock.js это отличная библиотека, которая прекрасно зарекомендовала себя в серьёзных проектах. Да, у неё есть некоторые проблемы, но их не так уж много. В большинстве проектов можно нормально пользоваться этой библиотекой, и на большинство граблей вы никогда не наступите. Итак, мы вспомнили длинные запросы. Посмотрели на стандартные WebSockets.js. Посмотрели на Sock.js, которые к стандартным WebSocket добавляют свою обёртку. Эта обёртка служит для эмуляции WebSocket в более старых браузерах. Теперь давайте посмотрим на ещё один модуль Socket.io. Этот модуль добавляет к WebSocket, включая эмуляцию, свою обёртку. Дело в том, что обычные WebSockets не очень-то удобны. Например, мы не можем просто передать объект. Нам необходимо вручную превратить его в JSON, а потом при получении обратно восстановить из JSON. Но хорошо бы, чтобы библиотека делала это за нас. И Socket.io это за нас отлично сделает. Кроме того, у WebSockets есть метод Send, но он не позволяет убедиться, что сообщение получено. Для того, чтобы понять, что сообщение действительно получено, необходимо какую-то обёртку вокруг этого сделать. То есть, снабжать сообщение специальными ID-шниками, так что получатель должен подтверждать получение этого ID-шника. Socket.io берёт и это на себя. Кроме того, зачастую возникает потребность отослать какое-то сообщение всем подключённым клиентам. В случае с обычными WebSocket-ами, мы должны как-то поддерживать эту возможность самостоятельно, писать для этого код, а в Socket.io этот код уже есть. И это лишь малая часть возможностей Socket.io. Давайте посмотрим примеры. Они есть на странице Socket.io. Клиентский код. Подключает клиентскую библиотеку Socket.io, создаёт соединение, и дальше обработчики ставятся не просто на месседж, а на конкретное событие, например, news. То есть при подключении с сервера такого события сработает функция, которая обработает полученные данные и может что-то с ними сделать, в частности, может сама сгенерировать событие уже от клиента сервера. Emit сгенерирует событие с таким названием, с такими данными. Сервер, вот его код. Аналогично в AppSocket.io слушает события Connection. Когда оно происходит, то срабатывает функция, которая принимает клиента. Эта функция получает сокет, который связан с клиентом, и может уже с серверной стороны генерировать события, ставить обработчики на события клиента и так далее. Тут есть много различных примеров, методов, если вам интересно, посмотрите. Плюсы Socket.io я сказал. Теперь минусы. Самый главный минус, это то, что Socket.io реализует очень-очень много чего. И реализовать это все действительно универсально достаточно сложно. На самом деле сложно. Если посмотреть, сколько ошибок из Socket.io, то вот, их очень много. Возможно, это потому, что разработка приостановилась 6 месяцев назад, делается определенный рефакторинг этого Socket.io, и будем надеяться, в будущем все станет еще лучше. Но все равно, делать действительно универсально столько много всего достаточно сложно. И вполне возможно, не все выбранные автором этого фреймворка решения подойдут именно вам. Мое личное мнение, современный Socket.io в том виде, в котором его сейчас можно инсталлировать и использовать, это библиотека, которая подходит для быстрой разработки простых, невысоконагруженных проектов. Она позволяет сэкономить время, потому что множество фич уже есть, а на многие ее баги и проблемы вы никогда не натолкнетесь, если у вас нет множества процессов, если клиентов не очень много, если вам не нужно 24 часа поддержка функционирования сервиса, в этом случае Socket.io подойдет, и в дальнейшем в скринкасте мы будем пользоваться этой библиотекой, именно потому, что для большинства популярных задач она в принципе подходит. Если же говорить о серьезных задачах, то я бы рекомендовал либо чистые веб сокеты, в том случае, если вы не хотите поддерживать ЕДУ-десятки, либо Sock.js, то есть обертку опять же вокруг этих веб сокетов, без дополнительных фич, которые в принципе можно навернуть самостоятельно. Ничего особо сложного тут нету. Итак, в этом выпуске у нас был общий обзор различных вариантов реализации Комета. В последующих выпусках мы будем использовать Комет на практике.